В чемпионате России по хоккею с мячом сохранилось двоевластие после третьего тура, прошедшего накануне. Московские «Динамовцы» у себя на поле легко разобрались с «Ипсельмашем», а вот игроки «Родины» неожиданно заставили понервничать болельщиков. Роман Четверяков о вчерашнем матче со стартом. На послематчевой пресс-конференции Алексей Дьяков не раз качал головой. Настроение у наставника старта было не из лучших, поскольку его подопечные в который раз сыграли ниже своих возможностей. Тренерский план нижегородцев начал трещать по швам со стартового свистка. Секундная стрелка еще не успела сделать полный круг, как «Родина» уже повела в счете. Последующие размашистые атаки хозяев накатывали на территорию гостей словно океанские волны, занося с определенным интервалом в их ворота мячи. В особенности усердствовал Игорь Ларионов. Только за первый тайм он трижды попадал в объятия партнеров. А если посмотреть на его статистику на старте сезона, то нападающий сейчас безоговорочный лидер команды. Начало сезона только, все так вот вкатываемся. Я думаю, что к игре к игре мы должны прибавлять и показывать на более лучшую игру. Кинжальные удары «Родина» продолжила наносить и после отдыха. А к 55-й минуте в воздухе запахло разгромом. К тому моменту кировчане выигрывали 7-2. Казалось, что еще немного, и они с легкостью перевалят барьер в 10 мячей. Но этого не случилось. Ну, видимо, немножко позволили себе какую-то слабину ребята, когда получился уже довольно значительный задел в счете. И, конечно, настораживает игра в обороне. График пропускаемых «Родиной» мячей идет по нарастающей. «Зорки» забил три раза, «Волга» четыре. Старт и вовсе установил пока личный рекорд, который, кстати, мог позволить ему сотворить самое настоящее чудо. Ведь в хоккее с мячом нечасто возникают ситуации, когда клуб, уступающий пять и более мячей, спасает поединок. Вот и старт сделал все возможное, но последнее слово в матче осталось за «Родиной», победившей в итоге 8-6. Такие концовки в матчах, они, как сказать, позитивных эмоций не добавляют. Но, опять же, с другой стороны, мы хорошо, допустим, надеясь, все понимаем, что из-за чего получился такой счет, допустим, который мог бы совсем, наверное, быть другим, более убедительным. Так что я думаю, что именно над этим, нам перед, допустим, выездом нужно думать и поработать. Взяв полноценные девять очков, наша команда теперь в ранге одного из лидеров чемпионата отправляется на восток. В полуторанедельный вояж входят встречи с «Байкал Энергией», с «Канифтяником», «Енисеем» и «Трубником». И по мнению болельщиков и самих игроков, этот выезд и должен дать ответ на вопрос, что же в действительности себя представляет команда, так высоко поднявшаяся в турнирной таблице. Роман Четвериков, Вячеслав Голиков, Вести Киров.